На неделе Великобритании глава государства встречался и с бизнесменами, известными далеко за пределами Объединенного Королевства. Мои коллеги увидели, что среди британских бизнесменов знакомы и все лица. Большие переговоры с ведущими бизнесменами Нурсултан Азарбаев провел уже в здании британского МИДа. Здесь прошло второе заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Навстречу пришли банкиры, промышленники, владельцы транснациональных корпораций. Свои корабли в море финансовых неурядиц они проводят весьма успешно, обходя все рифы. Конечно же, не обошлось без темы мирового кризиса. Но Султан Азарбаев рассказал, что экономика Казахстана даже в нелегкие времена показывает свою устойчивость, а заодно и неплохие результаты. Сегодня международные резервы Казахстана составляют 40% ВВП страны. Низкая инфляция, низкая безработица позволяет нам смотреть будущее с уверенностью. Наши международные долги ниже чем 20%. В этих условиях мы разработали новую программу модернизации нашей страны. Пять институциональных реформ, которые я предложил, и сто шагов, которые мы должны сделать. Это будет совсем другой уже Казахстан. Совокупный доход английского бизнеса превышает 500 миллиардов долларов. Свободные деньги в Соединенном Королевстве есть, и их можно и нужно вкладывать в экономику других стран. Но, как говорят сами англичане, доверяй, но проверяй. Нужны гарантии. И вот теперь британцы из первых уст узнали, что в Казахстане созданы уникальные условия для инвестиций. Это и освобождение от налогов, и льготный визовый режим, и даже 30% компенсация затрат. Уважаемые дамы и господа, я не буду долго говорить, хотя хочется сегодня поговорить. Я приглашаю вас работать в Казахстане. Мы говорили обо всем очень много. С премьер-министром мы давно знакомы, часто встречаемся на разных площадках. Мы у вас ничего не просим. Мы просим прийти, сделать бизнес и заработать ваши деньги вместе с нами. Великобритания является одним из главных торговых партнеров Казахстана в Евросоюзе. За последние два года товарооборот составил 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Но мы не намерены останавливаться и должны увеличить торговое сотрудничество. Не случайно Дэвид Кэмерон специально назначил на должность посла по торговле в Казахстане лорда Джона Астера. Зарабатывая деньги в Казахстане, британские бизнесмены намерены и дальше. Подписано 46 соглашений. Общая сумма договоренности – около 13 миллиардов долларов. Такого в истории казахстанско-британских отношений еще не было. И, пожалуй, одно из самых крупных соглашений на сегодня – британские партнеры профинансируют строительство четырех газотурбинных станций для магистрального газопровода, который обеспечит топливом Астану и центральный регион Казахстана. Надеемся, что в 2016 году он заработает. Мы также будем участвовать в газификации Астаны. Мы будем продолжать инвестировать в казахстанские нефтяные месторождения, в том числе будем рассматривать расширение месторождения Карачаганак. Есть планы и по Кашагану. Во время визита Нурсултан Азарбаев больше всего провел встреч с деловыми кругами Великобритании. Никто из крупных промышленников не хотел упустить возможность поговорить с глазу на глаз с казахстанским лидером, а заодно и задать свой вопрос. Так, после общения Тет-а-Тет с казахстанским президентом, глава компании Рио Тинто сразу же заявил, что фирма готова вложить в геологоразведку несколько миллиардов. Мы договорились с Нурсултаном Назарбаевым, что наша компания будет вести геологоразведку в Казахстане. Рио Тинто в работе использует только самые передовые технологии и самую новую технику в мире. Я уверен, что наша совместная работа принесет совместную выгоду двум странам. Уже известно, что возьмутся британцы и за реконструкцию казахстанских автомобильных дорог. Европейский банк развития выделяет на эти цели более 1 миллиарда евро. Крупнейшая фармацевтическая компания Hikma Pharmaceuticals намерена построить в Казахстане завод по выпуску лекарств. Есть проекты в области космоса, медицины, сельского хозяйства. Они будут развивать не сырьевой сектор нашей страны, аграрный сектор, машиностроение, медицина, фармацевтика, инфраструктура, авиостроение и так далее. То, что у нас нет. То есть визит приносит реальные результаты. Они будут участвовать в нашем экспо, своим большим павильоном и поддерживать все наши начинания. Здесь Казахстан знают и мы будем продолжать сотрудничество на благо обеих наших стран. Казахстан богат не только нефтью и газом. У вас много ископаемых. И в то же время у вас очень много сельхоземель. И если развивать все эти три сектора, то ваша экономика будет хорошо развиваться. Каждая из отраслей в трудное время будет подпитывать другую. По таким законам живут все развитые экономики. Реализуют большинство совместных проектов уже в следующем году. И это несмотря на то, что международные эксперты пророчат пик кризиса именно на 2016 год. Похоже, такие прогнозы Казахстан ничуть не пугают. Страна рассчитывает сделать рывок в диверсификации своей экономики. Тогда уже никакие колебания цен на энергоносители не смогут повлиять на бюджет. Сергей Корняков, Дмитрий Крюкович, Айдос Медельбеков, Дулат Янтибеков. При поддержке ТРК президента Житы Кун, Лондон.